МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Ленинский городской округ с рабочим визитом посетил депутат Государственной думы Вячеслав Петисов. Не бойтесь больших задач и целей, ставьте их перед собой. И обязательно вы набьетесь успехом. Депутат Московской областной думы Владимир Жук также посетил Ленинский городской округ. За прошлый год у нас 37 новых школ построено. Сотрудники госавтоинспекции поздравили женщин с наступающим праздником 8 марта. Всегда мечтала, чтобы сотрудник ГИБДД подарил мне цветы. Ленинский городской округ с рабочим визитом посетил депутат Государственной думы Вячеслав Петисов. Цель поездки – встреча с представителями различных муниципальных учреждений. Подробнее расскажет Максим Козлов. Здравствуйте! Сразу четыре встречи с жителями Ленинского округа провел депутат Государственной думы Вячеслав Петисов. Его рабочая поездка началась с общения с коллективом Дворца спорта «Видное». Легенда советского хоккея активно поддерживает спортсменов муниципалитета. И сейчас ряд вопросов касался развития любительского спорта. Надо, чтобы в каждом районе Ленинского городского округа был вот этот теплый каток с сентября, например, по марту. Коробки есть, да, а это, конечно, такой момент, если есть возможность. В ходе встречи обсудили не только возможность строительства новых спортивных объектов. Вячеслав Петисов пригласил всех собравшихся принять участие в губернаторском проекте «Выходи во двор». 9 марта команда Ленинского округа сразится на льду со звездной сборной «Легенды хоккея». Мы уже четвертый год в этом проекте участвуем. Приезжаем в разные города Московской области. Играем с местными ребятами, с мужиками, с детьми. Приходят люди. Когда ты ходишь на игру, одна история, когда ты приезжаешь к людям во двор, это совсем другая философия. Далее Вячеслав Петисов посетил Московский региональный социально-экономический институт, где встретился с преподавательским составом и студентами учебного заведения. С ними депутат обсудил современные вызовы, с которыми столкнулась Россия, и пожелал всем присутствующим учиться и работать на благо Родины. Не бойтесь больших задач и целей, ставьте их перед собой, и обязательно вы добьетесь успеха. Другого варианта нет. Довольствоваться мало, но это, может быть, кого-то устроит. Стремитесь, дерзайте. Посещение объектов Видновской клинической больницы нередко входит в рабочее расписание Вячеслава Фетисова. Здоровье жителей России – одно из приоритетных направлений работы для всех органов власти. Есть достаточно много социальных программ, которые стимулируют работу наших сотрудников. Это и компенсация аренды жилья, это и предоставление служебных помещений, это предоставление служебных квартир от администрации Ленинского городского округа, которые в перспективе могут покупаться. Это доплаты и участковым, и педиатрам, и терапевтам. Видновская ДШИ в 2014 году вошла в 50 лучших школ искусств России. С преподавателями учебного заведения Вячеслав Фетисов поговорил на темы, касающиеся поддержки и финансирования культурных проектов. Коснулись и квартирного вопроса. На него ответила заместитель главы округа Татьяна Квасникова. Закончится ремонт пятиэтажного здания Наганевского в центре города. Достаточно такое элитное общежитие. И в сентябре вы должны его принять. Вот ищите людей, молодежи, желающие. Сдавайте списки, я вам гарантирую, все, кто войдут в список, получат также. Каждая встреча, будь то личные приемы или вот такие разговоры по душам с большим коллективом, неизменно заканчиваются совместным фото и раздачей автографов, что уже стало доброй традицией. Могу сказать, что очень увлекательно было слушать. И, вы знаете, мероприятие у нас такое тут впервые. Просто не хочется расставаться с нашим замечательным Фетисовым. В этот раз расстаться придется, но депутат Государственной Думы всегда на связи. Записаться к нему на прием может любой желающий. А сам Вячеслав Фетисов подчеркивает, подобные встречи – самое ценное, что есть в его работе. Интересная работа с людьми. В непростое время очень интересная. Во всех отношениях, когда страна бьется за будущее, независимое будущее, за соблюдение всех наших традиций, устоев, ценностей, на которых мы выросли, на которых мы должны растить наших детей и внуков. Так что только в общении, только в обратном, так скажем, восприятии жизни можно, в общем, принимать правильное решение. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. С 15 по 17 марта пройдут выборы президента Российской Федерации. Проголосовать сможет каждый желающий, достигший 18 лет. О способах участия в выборах и о том, как будут голосовать жители, узнала Инга Янчук. В марте 2024 года на выборах впервые будет доступно дистанционное электронное голосование. Давайте узнаем, каким способом будут выражать свою гражданскую позицию жители Ленинского городского округа. Каким должен быть президент, на ваш взгляд? Президент – это же наш представитель, защитник наших интересов, ну и гарант Конституции. Он должен думать о нас, о народе. Это в первую очередь, чтобы он нас не забывал никогда. Ну нас, в общем, за народ. Справедливый. Он должен быть на голову выше всех, наверное, граждан своей страны. Как вы считаете, как привлечь молодое поколение к участию в выборах? А мне кажется, молодежь очень хорошо участвует в выборах. У меня двое детей, они готовы. Они говорят, мы обязательно пойдем на выборы, потому что мы хотим проголосовать, за кого мы выбрали. Будете принимать участие в выборах в этом году? Буду. Каждый человек должен знать, что надо выбирать. Я всегда выбираю. Когда дети спрашивают, а вы ходили на выборы? Я говорю, дети, я всегда хожу на выборы. Даже ради того, что если вы спросите, я была на выборах. В этом году пойдете? Обязательно. Уже определились с днем, когда пойдете голосовать? Да, в пятницу. 15 числа, первый день. 17-го. 17-го, март. Это будет суббота, скорее всего. Жители поддержали формат электронного голосования. Да, это очень хорошо, очень удобно. Будем, провоцируем электронный. Чтобы проголосовать дистанционно, избиратель должен воспользоваться госуслугами. Чтобы проголосовать привычным способом, нужно прийти на избирательный участок в дни голосования. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил Ленинский городской округ. Во время рабочего визита парламентарий пообщался с социальным координатором Государственного фонда «Защитники Отечества» и сотрудниками Центра социального обслуживания «Домодедовский». Окружить заботой родных и близких военнослужащих, а также поддержать солдат, вернувшихся из зоны боевых действий – сейчас основные задачи Анны Морозовой. Социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» уверена – помогать людям ее призвание. Я человек, который хотела помогать всегда. Не могла найти в какой стезе себя выяснить. А когда началось все с ООО, и я к тому моменту закончила психологическое, я, естественно, огромнейшая платформа для того, чтобы действительно людей поддержать. Доброжелательная обстановка во время встречи с депутатом Московской областной думы Владимиром Жуком располагала к душевному разговору. За чашкой ароматного чая Анна рассказала о своей деятельности, о том, что занимается не только материальной, но и психологической помощью, в которой особенно нуждаются семьи бойцов. Мне девочки творят, говорят, что вот такая-то проблема. И я знаю, что я эту проблему решить могу по-хорошему. То есть позвонить там, туда, сюда. А они в большинстве своих случаев просто теряются. А я, наверное, в момент какого-то собралась, мы решили, а потом поплакали. За личный вклад в развитие волонтерского движения, неравнодушия и участие в гуманитарной миссии по поддержке российских военнослужащих и их семей Владимир Жук вручил Анне Морозовой благодарственное письмо и поздравил с наступающим праздником. Мы пожелаем вам крепкого здоровья, оптимизма, реализма. И всем нам, наверное, чтобы это побыстрее закончилось. И те наши ребята, которые на передовой, вернулись бы к нам, мы их бы реабилитировали. И они бы, как говорит президент, стали бы новой элитой. Далее парламентарий отправился в Центр социального обслуживания «Домодедовский». Владимир Жук рассказал сотрудникам учреждения о проделанной работе и планах на будущее. За прошлый год у нас 37 новых детских садов, новых школ построено. Большая часть построена и здесь. Вы, наверное, знаете, мы очень часто открываем, буквально там несколько, чуть ли не каждый месяц, либо детский сад, либо школа открывается. А есть 41 детских сад, это в Московской области в целом. В этом году тоже огромное количество запланировано. Губернатор постоянно планку повышает. Во время беседы у всех желающих была возможность лично обратиться к депутату. Людмила Лозинская попросила рассмотреть вопрос об отдельном здании для клуба «Активное долголетие». Вот такая армия активного долголетия. Каждый приходит на свой клуб по интересам. И нас раскидали по всему городу. Вот, а ладно, мы уже все привыкли, и наши пенсионеры, получатели услуг привыкли. Но дело в том, что сами мы, как члены коллектива, и все руководители, кто заботится об активном долголетии, нам нужно свое здание. Все обращения Владимир Жук взял на личный контроль и пообещал рассмотреть возможные решения в ближайшее время. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видно ЭТВ. Сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу поздравили женщин с наступающим праздником 8 марта. Для этого они провели традиционную акцию, которая называется «Цветочный патруль». Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. В преддверии Международного женского дня инспекторы ГИБДД вышли на праздничный рейд для того, чтобы подарить автолюбительницам тюльпаны и красивый сувенир в виде веера, на котором написаны правила безопасного управления транспортным средством. Поздравляем вас с вашим праздником, Международным женским днем. Всего вам самого хорошего, доброго, любви и счастья, здоровья. Для многих автомобилисток такая акция стала неожиданностью, ведь зачастую сотрудники госавтоинспекции останавливают водителей с целью проверки документов. Но накануне 8 марта они сделали исключение и просто подарили женщинам-водителям хорошее настроение. Очень приятно, спасибо большое. Благодарю всех. Конечно, это просто восхищает. Я даже напугалась, думаю, что же я нарушила. Вроде не нарушаю. Все очень здорово, молодцы. Всегда мечтала, чтобы сотрудник ГИБДД подарил мне цветы. Заместитель начальника ГИБДД по Ленинскому округу Алексей Букин пожелал всем женщинам всего самого наилучшего. Желаю всем здоровья, удачи, успехов. Оставаться молодыми, красивыми девушками. Нам без вас никуда. В проведении цветочного рейда помогал член общественного совета при ОМВД Олег Федоров. Мне, конечно, хотелось бы поздравить всех с наступающим 8 марта. Это первый праздник весны. И пускай в сердце каждой женщины цветет весна. Акция «Цветочный патруль» не только напоминает жителям округа необходимости соблюдения правил дорожного движения, но и дарит женщинам отличное праздничное настроение. Юлия Стоферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе чувство патриотизма у подрастающего поколения воспитывают в игровой форме. Команды из нескольких школ приняли участие в военно-спортивной эстафете. Военно-патриотический клуб «Застава» организовал игру «Отчизны верные сыны», нацеленную на укрепление боевого духа молодежи и на развитие их выносливости. Некоторые учащиеся пришли на игру впервые. Командный дух и атмосфера патриотизма заряжают с первых минут. Сплочают, прям дружба, вот прям пахнет. Можно познакомиться с кем-то, да и в целом классно провести время, отдохнуть от чего-то. Очень сильно поднимает командный дух, помогает развить непосредственно командное взаимодействие и в целом сплочает ребят. Закалить боевой дух и проверить себя на прочность пришли и девушки. Марина участвует в шестой раз и отмечает. Главное – тренировка. Если есть опыт, то не тяжело. Если в первые разы, да, всегда сложно. Но со временем всегда все получается. Бывшие воспитанники клуба «Застава» достигают внушительных результатов не только в играх и на соревнованиях, но и в обычной жизни. Многие из них ослужили армию. Все вернулись живы-здоровы. Сейчас у нас порядка шести воспитанников принимают участие в СВО. Один даже был удостоен ордена мужества. Мы очень гордимся нашими воспитанниками. То есть из них получаются хорошие люди. Первое место в соревнованиях заняла Видновская гимназия. Серебро досталось Володарской школе. Бронзу получила Видновская школа номер семь. В рубрике «Афиша» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. 8 марта в Центральном парке города Видное состоится праздничная программа «Весна. Цветы и комплименты». Фото зона, ярмарка и многое другое. Начало в 12.00. В историко-культурном центре работает выставка «Мироновы. Семья художников». Основные темы картин – современный быт, провинциального города и лирические пейзажи. Экспозиция продлится до 7 апреля. В музее-заповеднике Горки-Ленинске экскурсия по подземной галерее старинной усадьбы «Тайны горкинских подземелий». 9 марта в 16.00, 10 марта в 12.00. Также 9 марта во Дворце культуры Видное пройдет фестиваль актерской песни, посвященный творчеству Эльдара Рязанова «Белеет мой парус». Начало в 17.00. Билеты в кассах ДК. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова